Южная Сибирь Южная Сибирь Бронзовые кольца, подвески, бусины от наборных ожерельей, топор и несколько бронзовых ножей. Но самая яркая находка – это бронзовый кинжал, абсолютно идентичный предметом вооружения древних племен Дуная и Балкан в эту же историческую эпоху. Это абсолютно уникальная для Сибири находка, подтверждающая наличие транзитного обмена местного населения с населением Южной Европы. Сейчас эти артефакты хранятся в Музее археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета. Задача научного сообщества сегодня – организовать системное историко-археологическое исследование территории Кемерово. На решение этой задачи направлен проект, который реализуется в рамках соглашения между администрацией города Кемерово, Федерального исследовательского центра угля и углехимии и Кемеровского государственного университета при финансовой поддержке администрации города и фонда президентских грантов. В проекте участвуют также сотрудники музея-заповедника «Томская писаница» и члены Кемеровского отделения Русского географического общества. Мы сели с учеными, археологами, открыли карты и видим, что здесь, в окрестностях нынешнего города Кемерово, были древние поселения. И тогда была сформирована команда людей, которые пришли, начали шурфиться, определять места слой за слоем. Мы видим, что все поселения были далеко за пределами XIX века. И история города Кемерово начинается, конечно же, не сто лет назад. Наши работы позволяют нам открыть новую страницу исчисления даты жизни на территории нынешнего города. Весной 2018 года группа археологов и историков обследовала русские исторические поселения XVII-XIX веков, давшие начало будущему городу. Проведен анализ письменных источников и карт этого времени, который лег в основу плана исследований. Археологическое обследование проводилось на исторически известных территориях бывших деревень Кемерово, Курыский Тим, Красный Яр, Щеглово и на родческого поселка Улус-Мажуха. Это наиболее старые населенные пункты, совпадающие с современной чертой города. Они не подверглись плотной городской застройке и до сих пор представляют собой череду улиц с частными одноэтажными строениями. В рамках разведок заложены шурфы в деревне Красный, Красный Яр и в Кировском районе на территории деревни Кемерово. Во время разведок обнаружены фрагменты керамики и монеты XVIII-XX веков. Мы видим непотревоженный участок с артиграфией последовательности слоев, в том числе культурных, которые характеризуют два периода истории деревни Кемерово. С чего все начиналось? Пришли вот эти светло-серые слабо гумусированные носные сулинки. Это та естественная почва, которую увидели первые русские жители этого места. С этого момента начинается время и история формирования культурного слоя деревни Кемерово. Все резко обрывается вот здесь, причем символично обрывается прослойкой каменного угля. Вот период доиндустриальный, который включает в себя середину XVIII, до начала XX века. И вот начинается период индустриальный, когда резко падает роль, наверное, здесь и крестьянского хозяйства, да, и деревня превращается в рабочий поселок возле Кемеровского рудника. Вот мы с вами видим культурный слой Кемерово XVIII-XIX веков. Раскопки на территории бывшей деревни Кемерово и проводились на основании ситуационного плана 1840-х годов, который подтверждает существование довольно развитого поселения. Наш областной центр сейчас включает в себя примерно около десятка населенных пунктов, которые здесь были основаны в XVIII-XIX веке. В 1721 году у нас есть первое письменное свидетельство о том, что данная деревня уже существовала. С раскопок и зачистки берегового обнажения получены несколько сотен находок – монеты, предметы быта, фрагменты керамической посуды. В одном из шурфов обнаружен спусковой жетон шахтера Кемеровского рудника автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Это факт преобразования деревни в рабочий поселок Кемеровского рудника. Просто всех вдохновили нынешние находки и вдохновили на то, чтобы раскопки продолжать. Уже сейчас мы видим для себя на 2019 год планы по освоению новых участков, где, возможно, была церковь, где был дом, где находились бытовые помещения. И уже сегодня поставлена задача составить тот план действий, который у нас начнется с самой ранней весной 2019 года. Благодаря археологическим материалам проведен ряд экспресс-выставок, которые познакомили кемеровчан и гостей города с его богатым прошлым. И это только начало масштабного изучения древней истории Кемерово. Следующим шагом должна стать экспедиция на территорию бывшего Верхотомского острога, возведенного в 1665 году. Достоверно известно, что населенные пункты, основанные на правом берегу реки Томми, берут свое начало именно от него. Острог долгое время был административным центром Верхотомского земледельческого стана, а впоследствии Волости. Именно от этого населенного пункта село Щеглово, Усть-Искитимское, сыгравшее одну из ключевых ролей формирования города Кемерово, приняло эстафету управления Волостью. Исследователи считают, что дальнейшее изучение культурных слоев 17-18 веков Верхотомского острога поможет нам открыть неизвестные страницы истории современного города, сделать серьезный вклад в изучение региона в рамках подготовки к 300-летию образования Узбасса. Археологическая книга Кемерово пишется только сейчас. Открыты лишь первые страницы, а у каждого из нас есть возможность стать ее авторами и читателями. Субтитры создавал DimaTorzok